Витаю! Меня зовут Валентин Полишко, город Днепр. Для тех, у кого нет времени смотреть ролик, внизу под видео, во вкладке описания, будет расписано, для чего, собственно, эти все препараты, по фазам развития наших растений. Итак, приступим к первой фазе. Это обработка по третьему и пятому листу. В нее входят такие препараты, как Пирогада, Топаз, Садмайт. И препараты, которые мы добавляем всегда, это Мегафол и Глайдер. Норма расхода препаратов Пирогада 45 грамм, Топаз 10 мл, Садмайт 10 грамм. Мегафол 20-25 мл, Глайдер 3-4 мл. Все нормы расхода выйдут из расчета на 10 литров воды. Вторая обработка. Вторая обработка у нас идет препаратом Липосам. Почему не Глайдер? Препарат очень и очень хороший. Один из самых лучших, которых мы использовали за все время. Но работая в прошлом году таким препаратом Глайдер, было замечено на некоторых сортах винограда, не раскрытие колпачков. И с этой целью приобретем препарат Липосам. Добавлю еще к переобработке то, что в этом году мы будем использовать препарат Пиргада. В предыдущие годы мы использовали такой препарат, как Шевит на начальной стадии. И антракол. Переходим на Пиргаду. Почему? Потому что этот препарат на основе меди. Он борется с фомопсисом, черной патистостью и некоторыми бактериальными инфекциями. Топаз также мы использовали в основном в второй либо третьей обработке по винограднику. Но в этом году вводим его на начальную стадию, поскольку этот паз борется с черной патистостью. Значит, в прошлом году из всех кустов, которые у нас есть, это порядка 500 кустов винограда где-то процентов 2% из всего. То есть около 10 кустов, это с преувеличением сказано, на которых была обнаружена черная патистость, либо фомопсис, либо антракноз. Это все болячки, у которых в принципе визуально одно и то самое. Там большого развлечения нет. Визуально. И с этой целью нужно подбирать себе в первые две обработки препараты на основе меди. Итак, первая обработка. Я вам сказал, вторая обработка у нас идет за 5 дней до цветения. В нее входит опять же все тот же пиргада, потом топсин М, и еще добавляем ламдекс. Значит, пиргада борется против мелью, антракноза, фомопсиса, черной плетнистости. Его расход 45 грамм на 10 литров воды. Топсин М. Он борется с гнилями, аидиумом. Его расход 10-15 мл. И ламдекс. Это препарат, который основной задачей является борьба с гроновой листоверткой. Его расход 5 мл. Значит, все расходы на 10 литров воды, я вам говорю. Значит, почему он дается на столь ранней стадии? У гроновой листоверки лед 3 раза в год. Настолько мне известно. И один из этих самых первых ледов гроновой листоверки идет на начало цветения акации. Таким, как народная примета. Самый правильный способ это было бы поставить у себя на участке феромонную ловушку. Тогда реально можно узнать, когда необходимо обрабатывать виноградник от, собственно, гроновой листоверки. И также в эту баковую смесь добавляется пазер мегафол и липосан вместо гладера. Третья обработка идет по гороху. Это когда ягоды размером с 3-4 мм. Значит, в нее у нас входит шавит. Это системно-контактный препарат. Он борется с мельдюэидюмом. И также сюда добавляется актелик. Его основная задача это борьба с вредителями. Такими, как клещ, долгоносик, в общем, и прочие-прочие вредители. Значит, расход шавита 20 грамм рекомендуется. Но мы будем давать 30 грамм. Шавитом можно пользоваться даже два раза в год. Но это препарат, который вызывает резистентность. То есть, если вы первый раз обработали, к примеру, в первой обработке, как мы обрабатывали до этого, по третьему и пятому листу, мы давали 20 грамм, и препарат прекрасно справляется. Но он не борется с той задачей, которую мы возлагаем на Апергадо. Вот. И если не работать уже второй раз, то в шавит нужно делать уже двойную дозировку. То есть, уже 40 грамм на 10 литров воды. Поскольку данный препарат вызывает резистентность. Итак, шавит, актелик и опять же мегафол и глайдер. Расход актелика 10-15 миллилитров на 10 литров воды. Мегафол это антистрессовый препарат. В нем разные азотные формулы. И наши растения хотим или не хотим во время своего роста получают разные стрессовые ситуации. То ли жара, то ли влага, то ли еще какая-то беда пришла на виноградник. Мегафол один из таких препаратов, который еще позволяет снизить норму унесения препаратов приблизительно на 10-15%. Вот. Так, идем далее. Четвертая обработка это обработка в такой период, как рост либо смыкание ягод. Значит, здесь будет обработка идти таким препаратом, как фальпан. Это контактный препарат, который будет с мельдиоидиумом, гнилями. и сюда же будет добавлен ламдекс. Значит, расход фальпана 25 грамм на 10 литров воды и ламдекс 5 мл на 10 литров воды. И опять же, не забываем, мегафол и глайдер. И самая ответственная обработка, это пятая обработка, она идет по размягчению либо начало окрашивания. Значит, эта обработка будет таким препаратом, как квадристоп. Расход 10 мл, а лучше 12 на 10 литров воды, потому что рекомендуемая дозировка это 6-10 мл. 6 мл нифига не работают. То есть, они работают, но очень плохо. Поэтому 10 минимум. И Тельдор добавляем сюда же. Тельдор это препарат, который борется с гнилями. Его задача это борьба с гнилями. Кстати, этот Тельдор, насколько я помню, болгарский или румынский. Ему уже лет 7 или 8. Его срок годности давно истек. Но самое интересное, что он работает. И его состояние это суспензия, а не тот Тельдор, который сейчас мы привыкли видеть в гранулах. Также в эту смесь мы добавляем такой препарат как липидоцит. Это биопрепарат, кстати, который позволит бороться нам с грануловой листоверкой. Так, забыл сказать, норму расхода Тельдора это 10 мл на 10 литров воды. В принципе, то же самое, что и гранула Тельдора. Только в гранулах там 10 грамм. Липидоцит. Его основная задача это борьба с грануловой листоверкой. Его расход 30 грамм на 10 литров воды. И опять же, не забывай, мегафол и глайдер. Значит, есть еще один препарат, который называется Актофит. Это биопрепарат, который позволит нам бороться с теми же самыми млителями, с которыми борется Актелик. Норма расхода Актофита, говорю сразу, умножайте на 3. Потому что норма расхода, которая пишет в инструкции, нифига не работает. Вот в принципе и все рассказал по препаратам, которые мы будем пользоваться в этом году. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, задавайте смело в комментариях. Если у кого-то будет бомбить от такого количества препаратов, либо там еще появится процентов наверное 99 умные, кто этот виноград будет кушать, отвечу сразу. Когда у вас 2-3 куста, то вы конечно можете забить болт на эти все препараты. А куда когда у вас уже на одном участке находится 150 кустовинограда, то фон болезней явлителя совсем другой. Особенно когда у вас есть соседи, которые положили на обработку сова виноградника, так это еще ситуация оплачения становится. Вот. Поэтому мне ваши комментарии бомбежные по поводу количества препаратов до одного места. Грубо, но реально как есть. Еще один момент, это как вы заметили, практически все препараты подобраны по периоду ожидания. То есть от самых первых у них самый дольший период ожидания. и чем ближе к созреванию, тем подобраны препараты с коротким периодом ожидания. Значит, на последние моменты это обработки виноградника можно еще использовать такой препарат как хорус. Хорус это препарат, который контактник, который работает по мелью и юму, также борется с гнилями. Норму расхода я не помню на данный момент, хотя сейчас посмотрим норму расхода хоруса это 6-7 грамм в силе литра воды. Хорус это контактный препарат, который имеет короткий период ожидания. И если у вас возникла такая ситуация, что у вас вот-вот на подходе созревания винограда, вот, начинается какая-то вспышка, то биопрепараты можете смело выкидывать в мусорное ведро, потому что они нифига не работают, когда начинается болезнь. Они могут работать только для поддержания, скажем так, иммунитета растений. Ну, это реально. Вот, то, что я вам говорю, как есть. Так что верьте, не верьте, можете работать биопрепаратами только в том случае, если у вас нету болезненные виноградники, тогда не будет работать. А если начинается медлю, оидиум, все, вот это все биопрепараты до одного места. Проверено уже и оригиналами, и которые правильно хранились. Так что, опять же, бомбежных там товарищей, которые могут там наставить комментарии, опусти вниз. Так, вроде бы все вам рассказал по препаратам. Могу добавить еще вот что. Значит, какими препаратами мы еще пользовались? Это Кабриотоп, хороший препарат. Это Строби, тоже препарат неплохой. Кстати, там у него норма расхода 3-4 грамма на 10 литра воды. Один из препаратов, который мне понравился в прошлом году, системник, это Самшит. Шикарнейший препарат, оправдал себя полностью. Расход у него 6 мл на 10 литра воды. Хотел его заказать и в этом году, но не заказали по той причине, что ты либо заказываешь 5-литровую канистру, либо заказываешь 3-млитровые эти самые, ну, такие вот пакетики 3-млитровые. Гарится с такими пакетиками в этом году, у меня желания нет. Поэтому подобрали другой препарат, такой как фальпан. Попробуем, как он работает, тем более, что заднего довольно-таки положительные. Вот, единственное, что фальпан это контактник, а самшит это системный препарат. так, что еще вам добавить? В принципе, все. Опять же, повторюсь, возникают вопросы, welcome к комментариям, к обсуждению, кто не хочет, может позвонить, отвечу на ваши вопросы. Также были люди, которые не дождались этого ролика, звонили заранее, которым советовали по препаратам. Оценивайте видео, ставьте лайки, дизлайки, и в принципе, все. Спасибо за просмотр, за те 15 минут, которые выделили в своей жизни. Вот, надеюсь, это видео вам было полезным. И, собственно, до новых встреч!